мы снова в гостях в андрея бабанина в точном ходе и сегодня специальная тема очень интересный очень необычный а сегодня я вам хочу рассказать о создании электронных часов в ссср началось это 73 году я сделал небольшое вступление во первых расскажу чуть-чуть об электронных часах как они создались и собственно почему необходимо создавать электронные часы в ссср эволюция часов докатилась до того что появились сначала баланс электрические часы потом появились часы с кварцем они стали намного более точнее чем обычные механические часы и как бы развитием эволюции стало создание часов которых не движущие детали которые не требуют профилактики весьма точные и при этом элегантные часы изначально самый самый первой компании которая прорвалась на рынок это была компания пульсер вот здесь представлено правда не первые часы даже не вторые но это чтобы дать представление о том как видели часы в 70-е годы то есть первые часы которые появились в мире они появились в 70-м году они были не очень надежные но к 72 году уже технология доросла до того что часы стали относительно надежными это основным недостатком этих часов было то что для просмотра времени требуется нажимать кнопку иначе они расходовали очень сильно электронные поэтому пику им были созданы часы жидкокристаллическими дисплеями здесь прославились компании микрома и аптель я вам сейчас покажу образцы часов которые собственно это часы компании аптель то есть это совместная разработка со швейцарской компании эпса данные часы интересно тем что они управляются головкой мерца не идет из-за того чтобы экономить элемент питания часах есть только часы минуты большие функции нет это ориентировочно 72 год также я вам покажу часы другой компании не не абса биви си это они идут под брендом люсиен пикар второй производитель который также выпускал на чипах аптель часы они уже чуть чуть более позднее это примерно 73 год они уже смерка и смерцающий смесающим двоеточием уже решили отказаться от такой экономии часы оказались не очень удачными потому что все зависело того как вы смотрите время я покажу еще часы микрома конкурент это подразделение компании intel эти часы были конкурентом аптель но к сожалению живых образцов практически не осталось все часы на этой старой технологии они уже не работают ну так или иначе они внесли свой вклад и прежде всего они внесли свой вклад развития советских часов потому что именно вот микрома была выбрана за основу когда создавались первые часы электронные в ссср вот собственно я вам покажу сразу что было видно что сделано на той же технологии часы электроника это образец часов 73 года они назывались секунда а теперь я расскажу собственно почему эти часы появились в ссср но вот еще кстати один один из образцов здесь к сожалению циферблат не сохранился утерян но видно внутренности такие ручные пайки вот этот смешной дисплей старой системы этот механизм тоже к сожалению не работает но принципе это не важно а теперь собственно почему это появилось дело в том что сср всегда старался экспортировать часы как и другие часовые державы и семидесятом 70 начале 70-х годов когда появились электронные часы стало понятно что за ними есть некое будущее и очень быстро это отрасль стала развиваться в ссср стали понимать что очень скоро они лишатся очень большого рынка часов а надо заметить что рынок был действительно большой допустим 77 год мы возьмем когда в ссср часы только электронные начали развиваться а в ссср производился 60 миллионов часов в год на 77 год и при этом 17 миллионов шло на экспорт и не просто там соцлаги а 17 миллионов шло в 119 стран мира ну где-то это были механизмы где-то это были крупные часы типа настенных настольных но и наручных часов тоже было очень много вот поэтому естественно в сср озаботились тоже что рынок надо сохранять поэтому в апреле 73 года началась разработка часов она была начата с нуля причем самое интересное что схемы такого типа в сср не создавались до этого а так называемый комок технологии поэтому это все практически развивалась и оттачивалась на часах изначально это вся вся научная работа производилась москве на территории известного завода пульсар в производственном объединении который занимался разработкой и изначально также было выпущено два типа микросхем в сср также не знали как и во всем мире какая из технологий будет более успешной светодиодные вот как пульсар либо жидкокристаллическим дисплеем с постоянным отображением времени как часах аптель или микрома поэтому создавали сразу два комплекта микросхем и часы получались ну их буквально на коленке собирали то есть очень много было образцов нельзя сказать что какие-то образцы ну то есть картина была не ясна что получится я покажу вот образец допустим часов который тоже какой-то абсолютно промежуточный вариант часов который скорее всего был созданными кроме это муляж часов это не это не часы кроме того после того как после того как часы создали какие-то микросхемы то есть это сейчас я вам покажу то есть вот собственно два первых набора микросхем еще раз я вот вернусь к этим часам то есть и покажу уже вторые которые светодиодные светодиодные у нас даже работает можно посмотреть время вот секунды из часы вполне живые до сих пор это где-то 74 год уже то есть вот это конкретно эти часы это середина семьдесят четвертого года они имеют у них номера воцарапались на крышке видно что номер там 400 какой-то на корпусе с обратной стороны поправить это достаточно ранние часы разработка с дисплейными жидкокристаллическими дисплеями она зашла в некий тупик потому что как раз в семьдесят втором же году начи появился новый тип дисплея с эффектом поля и стояла дилемма какой же все-таки дисплей выиграет но в мире выиграл все-таки достаточно быстро стало понятно уже к семьдесят четвертому году стало понятно что вот эти первые дисплеи с такими смешными белыми цифрами они не пойдут поэтому появились уже привычный дисплей с черными цифрами с эффектом поля и было потеряно время поэтому все-таки можно так сказать что уже в семьдесят четвертом году в ссср выпускались светодиодные часы небольшими партиями а вот часы с привычной индикации они были еще таких экспериментальных совершенно сериях и совершенно еще не было понятия как они будут выглядеть и это еще тема для исследования в течение семьдесят четвертого года все-таки разработали документацию и выпустили часы ограниченные ограниченные серии эти часы очень люблю поэтому нашу их на руке это вот часы которые получили название в 602 это выпущенную нинском это достаточно редкие часы их было выпущено приблизительно 500 штук ну пока я не смог найти вторые пока не в единственном экземпляре вот именно с таким дисплеем детали датированные ноябрем семьдесят четвертого года пока не считается одни из самых первых которые есть в дальнейшем в течение всего семьдесят пятого года шли работы по подготовке часов выпуск были достаточно много экспериментов течение семьдесят пятого года было собрано около десяти тысяч часов ср это может быть показаться немного но с другой стороны если взять компании вроде того же это тоже микрома или актель то у них тоже первые выпуски часов были очень скромными и тот же пульсар первые часы выпустил очень небольшим количеством это действительно очень сложная тема это электроник это микросхема процент годных микросхем был очень мизерным то есть можно так сказать 8 микросхем на тысячу изготовленных поэтому это был титанический труд но потихонечку это эта ситуация менялась также хочу заметить что а вот здесь я как раз хотел бы отметить что некоторые путают что такое электроника 1 что такое электроника 5 некоторые считают что это номер разработки но это совсем не так это все намного проще электроника 1 означает что часы изготовлены москве электроника 5 100 что часы изготовлены в минске также существует электроника 2 электроника 7 они тоже имеют свои заводы и здесь здесь просто этот номер он означает номер завода на котором они выпущены не более того стоит отметить о продукции зим пока эта тема исследования потому что очень сложно найти какие-то материалы но можно абсолютно точно сказать что зим участвовал в разработке часов самых первых электронных часов вот есть какие-то вот я покажу эти два экземпляра которые несут в себе механизмы очень ранее скорее всего 7 конца 74 начало 75 годов очень сложно найти что-то по ним может быть как раз зрители помогут найти какую дополнительную информацию об этих часах что можно сказать смело что одни из часов имеет бортовой номер 1208 то есть есть такое предположение что этих часов было выпущено не единица достаточно большое количество вот пожалуй все дальнейшем зим работал с электроникой достаточно продуктивного были выпущено также достаточно ранние часы это 75 год а также уже были разработки 76 года 77 года вот этот уже 77 год зим и даже вот 78 год это уже следующая модель b6 202 хочу вернуться к электронике то есть у нас хотел бы вот показать еще что вот почему сходство с микромы очень очень такое явное то есть вот можно посмотреть я еще одну сейчас микрома достану и чтобы было видно что часы электроника они имеют еще даже стилистику похожую стилистику шрифта то есть естественно брали какие-то удачные модели и их реализовывали в часах не было времени экспериментировать дизайнами поэтому конечно какие-то дизайны заимствовали и здесь кстати хотел бы ответить еще на один вопрос было ли заимствование самих механизмов вот здесь как раз можно сказать гордости советских инженеров что все механизмы были собственными никаких заимствований не было то есть и разработка схем разработка дисплеев все производилось внутри ссср хотя опять же есть интересные вот часы я покажу вот данном случае это тоже 75 год это где-то середина 75 года данные часы интересны тем что в них стоит американский дисплей но таких часов очень мало все дисплеи маркированы 74 годом и скорее всего просто пытались отработать технологию на этих часах однако очень быстро от этих дисплеев отказались хотя вот такой курьез есть хочется отметить что часы эти были совсем не дешевые для того времени вот примеру образец часов 75 года то есть можно посмотреть я вам покажу инструкцию то есть они сейчас как вам когда все правильно с инструкции москва 75 год и обратите внимание немножко штампом закрыта но все-таки различимы что часы стоили целых двести пятьдесят рублей это примерно две зарплаты вот здесь как пользуются этими часами эти часы также с герконами они не имеют сквозных отверстий в корпусе то есть корпус герметичные тоже рабочие можно посмотреть или число число хочу заметить что часы с обычной индикацией как бы эффекта поля они стоили существенно дешевле я сейчас попробую найти эти часы да вот я обращу внимание на часы с эффектом поля это часы начал 76 года хочу обратить внимание на забавный паспорт электронный вычислитель времени вот цена этих часов составляла 105 рублей что конечно было существенно дешевле то есть у нас за то дата выпуска на 1 7 6 105 рублей то есть конечно эти часы тогда были очень престижным прибором их хотели иметь все вот а выпускались они достаточно скромной партией можно сказать я еще раз повторю что в течение семьдесят пятого года было выпущено всего десять тысяч часов однако уже к концу к августу семи шестого года был выпущено сто тысяч часов то есть это дата такая очень знаковая для завода и уже к концу года планирую выпустить 200 тысяч но были проблемы с качеством поэтому их где-то было сто шестьдесят тысяч всего выпущено следующий год уже 500 тысяч дальше уже 2 миллиона то есть дальше уже часы стали с геометрический проект прогрессии выпускаться больше и больше где-то к восемьдесят шестому году их уже выпустили примерно 25 миллионов то есть это уже стало совершенно массовым продуктом но мы еще раз поговорим о часах которые создавались 70-е годы так как это наверно самая такая интересная тема самая плодотворная очень много труда было создано много идей реализована пока мимоходом покажу вам часы которые шли на экспорт потому что люди говорят что есть сомнения об экспортных часах вот 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 этот уголок у нас посвящен экспортным часам то есть они шли под брендом секунда здесь представлены два типа то есть двое часов 3049 либо 602 1 самых первых часов которые вот выпускались и дальше вот двое часов секунда которые выпущены уже в семьдесят седьмом году до всеми седьмом году это самые ранние из известных часов они к сожалению не очень хорошо сохранились но у них очень необычный дисплей который почему-то впоследствии не используют хотя в нем присутствуют такие элементы дизайна citizen или сейка которые были популярны в то время чем занимался завод пульсар в это время часы пульсар на пульсаре тоже пытались то есть пульсар это завод электроника один то есть они также пытались развивать часы шоу 78 год как-то хотели тоже разнообразить продукцию потому что до этого выпускались часы но достаточно обычный ну вот пример вот я покажу то есть это мужские часы с обычными функциями то есть это было часы минуты секунды дни недели и число одну хотели как-то все-таки продукцию сделать соответствующей общемировым нормам поэтому велись разработки часами с вечным календарем из цифровой настройки точности хода такие часы были созданы к сожалению они серии не пошли но я вам все-таки их покажу что они сами себе интересны одни из таких часов это называется так называем так называемые часы погони м или как их называют b6 302 это водительские часы особенность их то что у них дисплей находится сбоку а кнопки сверху то есть когда вы сидите за рулем у вас экран часов на направлен прямо на вас ну единственное неудобство их часов что все-таки приходится нажимать кнопку когда время отображается эти часы интересно тем что у них есть и недели и есть цифровая настройка точности хода вы можете сами выбрать в промежутке между 0 и 799 значение при котором часы будут ходить точно но делаться конечно экспериментальным путем но если часы немножко отстают примерно секунду надо прибавить 20 единиц тогда часы будут ходить точно похожая система использовалась и в часах синхронар то есть система конечно была придумана не нами но реализована полностью у нас вот в данных часах единственное отличие что наших часах одна секунда это 223 единиц как я сказал а в синхронаре это было 46 синхронар можно было чуть чуть точнее выпустить чуть чуть точнее настроить к этим часам я также покажу вот и были разные оформления этих часов то есть они в желтом корпусе шли стоит отметить что он были часы даже которые украшались реально украшались палих росписью часы ценили старались делать их красивее максимально дорогие также пытались сделать эти часы в пластиковых корпусах это наверное достаточно ранее разработки часов пластики но вот одни из этих часов выпускались пытались выпустить к олимпиаде но это естественно макеты это часы не серийные просто как вот образцы дизайн какие-то дни часы которые даже к выпуску готовились но все равно забавно что на них есть олимпийская эмблема кроме того я хотел бы еще обратить внимание на на некую продукцию специфическую то есть старались сделать часы в карманном исполнении есть вот часы обработанные полудрагоцитным камнем эти часы значит соответственно они у них еще и задняя часть она делана камнем то есть вот они такие красивые вот они работают но к сожалению там сейчас не стоят батарейки поэтому я не смогу показать как они работают но здесь обычная логика часов которые привыкли видеть в электронике 1 также хочу отметить по раз уж мы немножко коснулись олимпийского периода еще к олимпиаде в семьдесят восьмом году были выпущены как бы это называется официальный секундомер олимпийских игр 1980 они также помимо того что они имеют пять режимов секундомера они еще умеют отображать время и кроме того они умеют снюхиваться с компьютером у них есть специальный здесь разъем который 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 можно подключить к вы кроме того сам этот секундомер имеет еще специальные такие как называется слоты не слоты разъемы для подключения системы включения выключения старт-стоп можно это делать электрически дистанционно вот выпущены было примерно 500 штук но вот какие-то еще попадаются помимо таких вот чисто технических приборов также пытались на пульсаре выпускать и карманные часы я повторяю что в то время электронные часы они были достаточно дорогими и поэтому тратились вот я сейчас покажу это к сожалению только заготовка это корпус это портрет министра электронной промышленности шокина вот такую миниатюру видим и готовили мы на подарок вот с обратной стороны значит здесь московский кремль кстати достаточно известного миниатюриста поймали фамилия катков он до сих пор создает такие маль кроме того вот есть также пример часов на этом муляж правда тоже это не часы то есть вот у него посвящено посвящено памятнику тетру первому если нажать кнопочку то значит можно увидеть заготовку это пока еще совершенно не готовы часы ну и когда ими не станут но видно что внутри есть механизм есть кнопки управления вот они примерно так вот наверное не очень удобно при таком расположении циферблат надо поместить поперек кроме того хочу заострить внимание еще и на сувенирной продукции в том же 78 году пытались сделать ручки вот пускались ручки но даже можно попробовать нажать на на тарике слабый на на что-то видно все эти часы тоже оснащались вечным календарем ями недели то есть это вот ручка сувенир называлась она к сожалению тоже не упускалась но было были попытки все таки как-то сделать ее интересной и наверное все таки на какие-то подарки эти ручки шли вот так они вот так 70-е же годы пытались как бы ну в угоду развивающимся часовому делу вот и по электронным часам пытались разработать и часы а ну хочу отметить еще то есть собственно женские часы тоже одни из первых часов это 76 год начало 76 года ориентировочно февраль из была такая неуклюжая попытки попытка сделать женские часы но честно говоря как бог них не очень много такого женственно такой достаточно брутальный кирпичик то вот уже в начале 78 стали выпускаться достаточно такие приятные часы которые полюбили многие женщины вот еще часы более новые это уже к девятнадцатому съезду ксм это 82 год то есть вот такие часы они были популярны естественно они смотрелись уже более приятно для женщин вот так или иначе такая попытка была всеми шестом году хоть и не очень удачно а далее а хочется поднять интересную тему создания часов с мелодиями это началось примерно в семьдесят седьмом году то есть идея такая возникла уже какие-то разработки были на западе в семьдесят девятом году уже начали разработку таких часов и вот к 80 году создали достаточно интересные часы вот я бы их вот показал отдельно то есть это пока еще часы сигналом то есть это ориентировочно восьмидесятый год это прототип часов электроника 209 очень любители часов конечно знают электроника 209 но в таком исполнении наверно видит ее впервые эти часы имели сигнал ежечасный будильник который пика но как бы до мелодии еще было далеко из чипы не позволяет но в этом направлении отрасли развивалась и чуть позже уже где-то 80 арома 83 году было выпущено часы с мелодией они уже ближе к той самой 209 которые люди знают как видно что динамик переехал снизу наверх ну так дисплей стал поменьше где-то он стал более удобным дальше уже следующая модель выпущена была только восемьдесят четвертом году ну я и не буду представлять все ее знают любители электроник это модель 29 367 хочу заметить что в ссср также пытались создать часы ну как бы самые сложные часы тоже это была попытка как можно больше функции вести наверно самым сложным получились часы вот электроника 29 361 одно из ее фишечек было второе время а также переход летнюю на летнее зимнее время принципе восемьдесят первом году в ссср начали переводить часы вперед и назад осенью и весной соответственно электроника она тоже не отставала и были созданы часы в которых вот можно было менять время ну и эти часы были удобны людям которые путешествуют по стране можно было менять одно из времен удобное чтобы знать время локальное и себя дома они также оснащались сигналом и цифровой коррекцией точности хода кстати тоже вот функции до сих пор очень востребованы достаточно интересная тема коробок я бы заметил то есть как видите здесь представлена столе достаточно много коробок разных но хочется сразу заметить что вот самые первые коробки выглядело так это обычные коробки но были еще специальные подарочные коробки они вот выглядели вот таким образом очень похожи на коробки из под брит но они имели немножко другие пропорции здесь уже если открыть то здесь уже часы представляется ну более эффектно что ли кроме того чуть позже стали внедряться вот коробки такого типа то есть футляры и уже позже конечно все это съежилось-съежилось то есть уже до состояния обычных квадратных коробочек небольших а после пакетиков но было время когда часы действительно очень красиво преподавались повторяющего совершенно чумовая коробка сделанная то есть пока сделан из алюминия ну просто дорогущие изготовление коробка или вот тоже абсолютно также сделано из двух из двух алюминиевых половинок коробка весит очень много то есть здесь не но тоже из алюминия на коробке не не жмотились видно что там сравнению с пульсаровский выгода вполне достойно также хочу все-таки еще немножечко вам рассказать про а вот задали вопрос владимир задал вопрос про материалы корпусов ну к стыду сказать конечно основной материал у нас был латуй хотя надо заметить что даже первые часы электронный или сделать из нержавейки они даже шли немножко дороже то есть если посмотреть на их паспорт они с паспортом они просто замечательно то есть они здесь указана цена 115 рублей они идут с браслет ну как уже еще плюс 10 рублей не стоили за счет того что они из нержавейки но это большая редкость на самом деле к сожалению таких часов очень мало пускался ну и механических часов у нас тоже пускалась немного с нержавейкой еще заострю внимание значит на одни интересные часы тоже просто чтобы было интересно так вот чтобы то немножко такая гордость за нашу советскую промышленность это часы называется кардиомонитор это часы 82 года разработки вот надо заметить что аналогичные модели усеки тоже появились восемьдесят втором году то есть здесь у нас даже не было никакого отставания то есть я немножко сейчас объясню то есть здесь сожалению столько и сами часы должен быть еще набор датчиков которые они подсоединяются в тело то есть вот здесь был специальный разъем откручиваешь защитный колпачок и видно что сюда подключается разъем с датчиком который видишь на тело они меряют пульс и давление то есть в этих часах задается диапазон давлений то есть это можно сейчас я попробую то здесь вот здесь вот сердце режима сейчас вот как-то и уже их давно не тут есть режимы которые вставляются и сердцебиение и и можно создавать верхнюю и нижнюю верхний и нижний предел давления при которых часы будут срабатывать если допустим ваше давление выйдет за пределы указаны вами заданное то часы будут об этом сигнализировать то есть нося эти часы на руке вы можете не заботиться о вашем самочувствии часы известят если что-то не так кроме того и часы отображает правильное число день недели естественно то есть они такие достаточно функциональные часы к сожалению они тоже в себе не пошли такая некая часы-загадка но это мы сейчас очень много коснулись продукции завода 5 я все-таки хотел бы рассказать что на пульсаре все-таки тоже не теряли время пытались вести такие вот часы которые внешне многим знакомы это вот достаточно обычные рядовые часы которые многие встречали называют народе терминатор вот но это совсем не совсем те часы которые все-таки народ встречал потому что я бы заметил что с одной стороны не хватает одной кнопки и с другой стороны тоже нет но которые присущи обычной модели все эти часы отличаются от обычной тем что в них есть также как и в ручках и в водительских часах у них есть есть и недели и также они показывают есть можно зашить любой один из четырех лет то есть они знают месяцы количество дней в високосных февралях все эти часы с вечным календарем и также как водительские часы или ручки они имеют подстройку точности хода эти часы были практически готовы к выпуску то есть по ним очень много сведений даже выпустили паспорт к этим часам ориентировочно их планировали пускай сначала 86 года но к сожалению что-то пошло не так то есть огромное количество запчастей и прочее было просто выброшено утилизировано часы часы продаж не поступили хотя были бы достаточно интересной части расскажу расскажу вам и про тоже достаточно мало изученное направление это опять же пульсар экспериментировал это ориентировочно где-то конец 80-х годов причина создания этих часов неизвестна то есть это двое неработающих часов это так малежи но есть и схемы эти часы с обычной индикацией и со светодиодной то есть внизу вот этот дисплей он как в обычных светодиодных часах отображает время красненькими циферками для чего это было сделано сложно сказать часах есть подсветка есть будильник есть секундомер таймер но при этом вот почему-то скрывается еще и светодиодная часть сведений нет опять же будет интересно если кто-то обладает такой информации напишет последняя продукция завод пульсар она к сожалению не блещет каким-то интересом нот какая-то совершенно адская штука такой брелок который оказывает время и не были ключей хотя у него еще такая полезная функция может поставить на стол будет тогда будет такой настольный время часов а хотел бы еще отметить такой тоже ответить на такой вопрос то есть спрашивают выпускаются ли часы как долго выпускались вообще советские часы то есть прекратили они свой выпуск или продолжали выпускаться дальше хочу сразу заметить что часы на интеграль который минский завод выпускались до 2008 года а сам завод еще собирал часы до 2012 года сейчас также выпускается небольшое количество этих часов компаний техночаса занимается этим также минским но там уже конечно только самые современные модели выпускают хотя но можно сказать пожелательно все таки немножко развивается ринейку андрей хочется спросить у вас вот такой вопрос интересный современные часы но те же кассе недорогие 50-100 долларов они тем не менее сейчас современной все таки являются противоударные их можно уронить бросить и даже купаться можно а вот наши электронные часы 70 80-х годов тоже на тот момент были противоударными но я хочу отметить вот со слов валерий маранц который был уисток создания микросхем он рассказывал такой случай что когда они только открыли первый фирменный магазин электроника то они ходили по этому магазину и бросали эти часы на пол и потом демонстрировали что они работают и как раз это и заключалась такая вещь что они говорили что в этих часах нечему ломаться просто не них нет движущихся частей поэтому они изначально более надежнее чем механические часы вот они такой трюк использовать принципе люди конечно немножко шоке такие интересные часы с моргающим глазом леопольда дисплей сделан только под это оформление встречается очень часто но такие смешные детские часики